И всем привет ребят, с вами StarVike, если я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых устройств с мини-игры. И сегодня вместе с вами мы протестируем устройство новое на вулкан, которое называется Shredder, которое можно достать с мини-игры с пятого чекпоинта. Да, благо меня наконец-таки докинуло до него и на мега-донатном аккаунте как раз-таки у меня получилось дойти и забрать этот заветный приз и устройство. Ну и сегодня мы все это дело вместе с вами протестируем. Если вы ждали обзор на это устройство, то обязательно поддержьте данный видос лайком, подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте установите ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо обзора на другие предметы из мини-игры, то напишите в комментариях, что вы бы хотели увидеть уже в следующем видосе. Обзор на васпика с подрывником, либо хантер со спасателем. Что то, что то. Устройство мы вместе с вами 100% затестируем. Но сегодня мы начнем все это дело с того самого заветного вулкана, который у нас повышает урон, но при этом приваривает башню. Насколько все это дело будет эффективно, сейчас мы вместе с вами и рассмотрим. Пикаем быстрый бой, начинаем на Крусейдере, на, наверное, лучшем корпусе для реализации вулкана. Я честно уже зашел на одну секундочку в бой, зажал кнопку и был просто в шоке от того, насколько сильно приваривается башня с этим вулканом. Да и вообще, насколько медленно крутится башня с этим вулканом. Это просто ужас. И давайте стараться, давайте стараться давать контента, да, потому что урона-то оно наносит много, но приварка очень сильная. Прям вот мега сильная приварка башни. Здесь нужно постоянно отпускать кнопку, если вы хотите наносить урон в большом количестве по противнику. Ну и лучше всего, конечно, для этого устройства использовать гипериона. Ладно, давайте лучше перепикнем катку. У меня гипериона пока что на этом аккаунте нету, я его и не просил, чтобы меня здесь начисляли, но поэтому мы будем сегодня реализовывать замечательного кризиса. Но так, конечно, на гиперионе, я думаю, что вулкан реализовать все-таки попроще и пожестче можно в рамках матчмейкинга. Поэтому будем смотреть и посмотрим, что у нас получится из-за этого, да, потому что приварочка, блин, запикивает меня на джаггера. Джаггера не хочу, если честно, реализовывать я в рамках этого обзора. Уже третий бой будем сейчас пикать. Первая была катка на бойне, там шансов довольно мало на хорошую реализацию. Плюс это еще был штурм за атаку, скорее всего, там была бы досрочка. Поэтому нам такое особо сильно не подходит, как и джаггернаут, поэтому надеюсь, что с третьего раза меня... Ага, понял, с третьего раза меня тоже закидывает на очень вкусную карту. Ладно, если сейчас меня не закинет в карточку, то сделаем быструю паузочку, чтобы я уже попал в бой. И мы переместились сразу к противостоянию. Урона, конечно, это устройство должно наносить крайне много, да. Другой вопрос, будет ли работать этот повышенный урон с настолько сильно приваренной башней. Потому что если зажать кнопку, просто посмотрите, у меня поворачивает корпус в одну сторону, а башня как была с поворотом просто в одну зону. Так она и остается. Она просто мертвая, да. Она вообще не шевелится. И даже если, вот вы видите, пытаюсь работать корпусом, да, чтобы повернуть хоть чуть-чуть башню. Если я не отпускаю кнопку, она вообще не шевелится. Просто от слова совсем. Да, то есть если я только чуть-чуть начинаю работать корпусом, все, все. Моя башня, вот как она была в одной точке, так она и остается. Если вот есть устройство у нас, где медленный поворот башни, то здесь она вообще не крутится, эта башня. Просто не крутится. Но при этом цифры урона должны быть реально очень и очень неплохие. Насколько неплохие? Ну, сейчас мы это все дело вместе с вами рассмотрим. Поэтому надо играть, ну, как будто бы, знаете, вот чуть-чуть подал газку. Оп, отпустил кнопочку. Подал газку. Отпустил кнопочку. То есть вот если по такой схеме накидывать домашку, то, наверное, это должно работать. Но, повторюсь, лучше всего, конечно, использовать Андрон Гиперион. Потому что пока что у нас, если честно, особо сильно ничего не получается. И вот эта вот жесткая приварка башни меня начинает немножечко даже в дизмораль какую-то вводить. Потому что, ну, ты не можешь повернуть башню. Ну, вообще никак. Как? Просто она у тебя приварит. Как только я нажимаю... Может, надо в упоре пробовать работать? Я не знаю. Может, в упорчике? Она еще и раскручивается дольше, по ощущениям. Да? И толку от того, что у тебя есть урон хороший, если у тебя башня просто колом встает. Просто колом. Она не то, что медленно поворачивает. Она вообще не крутится. Просто от слова совсем. Ну, давайте пробовать. Урон хороший, да. Урон бомбовый. Но как ты можешь реализовать бомбовый урон, если у тебя не крутится башня? Это вопрос, как говорится, хороший. Может быть, стоит даже попробовать с нелетающим корпусом. Да? Может быть, как с приваренным корпусом. Тогда оно будет работать нормально. Так, ну, пробуем с ДДшки. Цифры. Боже. Ну, цифры очень жесткие. Прям мега жесткие цифры. Но надо прям привыкать к этому устройству. Да? Чтобы оно работало. И чтобы оно было эффективно. К нему надо, конечно, привыкать. Притом, конкретно привыкать. 4 кила у нас. Появляется у меня овердрайв. Постараемся сейчас прожать оудио, наверное, вот в этого молодого. Сразу же вжималову делаем. Под этого играем в плюсик. Наши тиммейты дорабатывают. Даже если я не раскручиваю башню. Ну, вернее, не раскручиваю свой вулкан на выстрелы, да? Башня все равно медленно крутится. Но это просто жесть. Это просто жесть. Это, ну, перебор. Я понимаю, конечно, что урон больше. Но когда ты не можешь повернуть башни на вулкане. Как ты собираешься что-то делать? Как ты собираешься реализовывать пушку? Если у тебя просто, ну, приварыш конкретный. Просто салатный приварыш. Давайте попробуем взять, ну, например, хантера. Только возьмем хантера сразу с иммунитетом от поджога. Да? Чтобы я мог зажимать кнопку. И не думать о том, что мне ее надо отпускать. И посмотрим, насколько вообще будет крутиться все это дело. Так, ну вот. А, вот оно что. Вот оно что. Так вот. Вот что нам нужно. Все, я понял. Я понял. Нам нужно просто нелетающий корпус. С летающим корпусом просто это не работает. С летающим корпусом это просто не работает. Вот оно что. Нам просто нужен был нелетающий корпус. Вот с нелетающим корпусом, по ощущениям, уже совсем другая ситуация. И с нелеталкой уже это устройство можно реализовывать. Походу, первое устройство, которое реализуется с нелетающим корпусом, хотя, если честно, все равно приваривается очень сильно, что даже с поворотом корпуса у меня башня как будто бы остается в одной зоне. Даже вот я корпусом начинаю крутить, видите, у меня башня там, корпус здесь. И, боже, что это за вообще? Что это вообще такое? Боже, что это такое? Как это реализовывать? Да, окей, у меня есть урон, побольше урона, но а толку мне от того, что у меня есть побольше урона? А толку? Если орех просто приварил, просто приварил это устройство, просто приварил. Это я не знаю, как на... Это вот игрокам, которые на одном месте стоят и ничего не могут сделать. Вот, наверное, им надо использовать это устройство. Но в моем случае это не работает. Это просто не работает. Вот, смотрите, я начинаю накидывать. Я кручу сюда, сюда. Да, а башня у меня вот как была на одном месте, так она, короче, и есть. Ну, это просто жесть. Это просто жесть. Так, ладно, пробуем разобрать бойца. Не, ну я не могу, я не могу повернуть корпусом. Я поворачиваю корпус, у меня пушка в одну сторону, вулкан в другую сторону. Только на ближней дистанции и только вот так вот впритык можно давать хороший урон по оппоненту. По-другому я, честно говоря, даже и не знаю, как реализовывать это замечательное устройство. Я еще и овердрайв просто всасываю. Думаю, что мы даже не будем доигрывать эту катку до конца. Принцип и механизм этого устройства ясен. 100% это устройство надо апать. И надо сделать так, чтобы башня на нем поворачивалась. Потому что с таким поворотом башней, ну, от него смысла ноль. Честно, от него просто ноль смысла. Ты ничего не сможешь сделать с таким устройством. Ничего. Если бы у тебя поворачивалась нормально башня с повышенным уроном, да, это было бы круто. Да, это можно было бы реализовать. Но когда у тебя башня просто на одном месте стоит. Как бы ты не хотел реализовать пушку, эта реализация будет, во-первых, слабой. Во-вторых, это будет тебе приносить очень большое количество дискомфорта. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Если у вас есть такое устройство, то как вы играете с ним? Может быть я что-то неправильно делаю? Я не знаю, да. То есть согласны с моей точки зрения или нет? Пишите в комментариях. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. За данный обзор. Ну и давайте постараемся собрать максимально активность, чтобы Орех это устройство уже в ближайшее время апнул. В плане поворота башни и на нем можно было бы нормально, комфортно играть. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.